Согласно оценкам, почти 2,3 миллиарда детей и взрослых в мире страдают избыточным весом и ожирением, а более 150 миллионов детей страдают задержкой развития. Здесь мы имеем в виду не просто задержку физического развития, но и умственного развития, и роста, и дефицит веса. Поэтому здесь вы можете увидеть на слайде пример роста и ожирения избыточного веса в сравнении с 1980 и 2013 годом, то есть с разницей буквально в 30 лет. Сейчас у нас 2022 год, то есть прибавилось еще 10 лет, и эта статистика уже меняется, и меняется не в лучшую сторону, то есть рост идет у нас по избыточному весу, и при этом не обязательно, что человек с избыточным весом или ребенок с избыточным весом не страдает по другим дефицитным состояниям. То есть очень часто такая ситуация сопровождается дефицитами по витаминам, по минералам. И если в 80-е годы избыточным весом страдали 28% населения земного шара, то есть это и взрослые, и дети, то сейчас почти 50%. Даже к 2022 году уже перевалило и за 50%. Какие же проблемы вы можете решать с помощью питания со своими подопечными, когда встречаетесь? О чем вы можете говорить уже на первых своих консультациях, когда к вам приходит мама с ребенком? Чаще всего мы понимаем, что на консультацию ребенок не сам приходит, а приходит с кем-то из своих близких, папа, мама или бабушка, и вы уже непосредственно с ними начинаете разбирать тему. Конечно, вы можете сразу, и не то, что даже можете, а вам необходимо сразу озвучивать, что благодаря питанию можно избавиться или минимизировать проявление ряда заболеваний, так как эти заболевания носят и алиментарный характер, то есть они зависят от еды и от образа жизни, который ведет ребенок, ведет вся семья в целом. Во-первых, это различные кожные заболевания, это экзема, атопический дерматит, акне. Зависит, ну не на 100%, но на 80% от питания, зависит однозначно. И мы будем еще дополнительно с вами на следующих лекциях разбирать этих тем, и как вы можете повлиять со стороны питания, подбора определенной диеты, и как вы можете повлиять со стороны еще нутрицептической коррекции, подбора различных витаминов и минералов для того, чтобы минимизировать проявление данных состояний. Также это различные заболевания желудочно-кишечного тракта, начиная от запоров, гастритов, панкреатитов и наоборот диареи. Аллергические заболевания, в том числе и сезонные аллергические проявления, то есть осенне-весенний поленос, например, тоже он будет зависим и от питания, который ведет ребенок. Синдром дефицита внимания и гиперактивности. И здесь важно понимать, что более ста лет назад уже были разработаны определенные системы питания и диеты в психиатрических клиниках. Это все исследовалось. Есть огромные научные труды различных психиатров, которые проводили эти исследования. И они наблюдали изменения поведения людей, страдающих различными психическими заболеваниями. От шизоподобных, шизофрении до более глубоких аутичных состояний. И как образ питания или отказ, наоборот, от питания улучшали состояние таких людей и детей, в том числе и взрослых, меняя именно рацион даже без коррекции лекарственных препаратов. Поэтому здесь в синдроме дефицита внимания, в гиперактивности, это все-таки задействуется наша нервная система. Поэтому здесь непосредственную роль играет и питание. И очень часто сталкиваясь с тем, что ко мне обращаются мамы детей с различными особенностями, начиная от генетических особенностей, то есть от синдрома Дауна, аутичных каких-то состояний, судорожных, эпилептических состояний, что они постоянно увеличивают дозировки своих препаратов, которые им назначают неврологи, психоневрологи, но при этом не меняют совершенно образ жизни. И стоит только скорректировать рацион питания, через 2-3 месяца мы видим удивительную динамику, как дети становятся более адекватными, как они более адаптируются и к внешней среде, начинают поддаваться каким-то особенным навыкам. Мы здесь не говорим о том, что дети начинают 100% учиться в школе, посещать какие-то кружки, но для таких мам, у которых есть особенные детки, даже определенно начал ребенок ходить или начал ребенок издавать какие-то определенные звуки, обращаться, видеть, слышать маму или папу или своих близких, это тоже огромные такие звоночки того, что ребенок начинает воспринимать этот внешний мир и тем самым улучшает среду в семье и показывает прогресс своей умственной деятельности. Аденоиды и иммунные ответы, в принципе, это взаимосвязанная такая ситуация. Здесь, если я не ошибаюсь, я прям отдельно выставляла, да, вот снижение иммунитета, частые простудозатяжные уровень, выставляла этот пункт отдельно, то есть здесь можно объединить, то есть аденоидные реакции различные, сниженный иммунитет, частые ангины, они тоже будут зависеть от питания. И почему они будут зависеть? Потому что наша лимфоидная иммунная ткань, она распределена вдоль кишечника на 80%. Пьеровые бляшки, лимфоидные узелки распределены вдоль тонкого и толстого кишечника. И если вы вдруг не знаете анатомических особенностей, мы поговорим отдельно еще об анатомо-физиологических особенностях детей в разных возрастных категориях. Но если вдруг вы никогда об этом не задумывались, обязательно откройте атлас анатомии и посмотрите, где находится у нас лимфоидная ткань. Она находится не только в ротоглотке и определяется, допустим, нашим лимфоидным кольцом и миндалинами, аденоидами. А основная масса все-таки находится непосредственно в кишечнике. И кишечник у нас на что будет реагировать? Естественно, на питание. И если у нас полноценное сбалансированное питание, если есть достаточное количество клетчатки, достаточное количество воды, у нас не задерживаются токсины. И эти токсины не проникают в эти лимфоидные узлы и не вызывают воспаление. И не передаются потом уже в ротоглотку. Не передаются там лимфоузлы подмышечные, подчелюстные, надключичные. Поэтому здесь непосредственное влияние именно в иммунных реакциях играет питание и образ жизни. Как взрослого, так и ребенка в том числе. Задержка развития, задержка психического развития, задержка просто каких-то ростовых факторов, то есть физического развития, роста и веса. В составе комплексной терапии питание имеет первостепенную роль. Перепады настроения, депрессия и агрессия, лишний вес и недовес. 100% здесь мы работаем непосредственно изначально с питанием, прежде чем назначать какие-либо лекарственные препараты или нутрицептическую коррекцию. Адаптивность к физическим и эмоциональным нагрузкам. И здесь тоже будет зависеть от возраста ребенка, чем он занимается, какие секции посещает. И мы должны понимать, что у нас есть дети, которые ходят только в школу или, например, только в детский сад. У нас есть дети, которые профессионально занимаются спортом. Есть дети, которые просто ходят на какой-то определенный кружок и занимаются только там любительски, но тоже дают и умственную, и физическую нагрузку для себя. И чтобы восстановиться полноценно, обязательно нам нужно такого ребенка полноценно кормить, для того, чтобы он чувствовал себя здоровым и энергичным, а не так, что приходил вечером, говорил, мам, все, голова болит, настроения нет, уроки я не могу получить, потому что я просто устал. И здесь на это тоже следует обязательно обращать внимание.